В предыдущих лекциях мы уже говорили о том, что такое память и по каким принципам она функционирует. Сегодня мы поговорим о том, как лучше запоминать информацию. Это задача, которая всегда стоит перед нами, когда мы включены в какую-то программу обучения или нам нужно сдавать экзамен. Итак, какие есть общие правила? Среди условий, которые способствуют запоминанию, можно ответить положительное эмоциональное состояние, понимание, зачем эта информация нужна, и также осознание структуру и связанность этой информации с тем, что вы уже знали. Но давайте рассмотрим все постепенно. Какие есть общие условия успешного запоминания информации? Первое. Материал должен быть интересен для запоминающего. Недаром учителя считают, что скука это главный враг на уроках. Хорошие учителя делают все, что возможно, лишь бы пробудить интерес учебы среди учеников. Во время моего обучения был совершенно замечательный преподаватель, который постоянно пользовался одним и тем же приемом. Его лекции по какой-то загадочной причине стояли самыми первыми и начинались в 6.55 утра. Когда мы приходили на лекции, взбудораженные дорогой, перемещениями и встречи с друзьями, информация как-то более-менее проникала в нашу голову. Через некоторое время мы потихонечку согревались в аудитории, и он замечал, как головы постепенно начинают сползать к столу. Как правило, в это время он говорил что-то из совершенно замечательных фраз. Доказывая математическое выражение, он вдруг говорил, и как Винни-Пух, который стоял около домика совы, и чтобы дернуть за шнурок, он думал, где-то я это уже видел. В припоминании Винни-Пуха моментально головы вставали со столов и начинали соображать, где они находятся и о чем идет речь. Дальше учитель продолжал изложение материала. И когда опять материал становился скучным, и ученики погрузались в дремоту, он продолжал еще какую-то фразу. Я до сих пор помню эти лекции, до сих пор помню, сколько усилий прикладывал профессор для того, чтобы держать нас в состоянии тонуса. Следующим правилом для хорошего запоминания является отношение к учителю. Как правило, мы с детства помним те предметы и любим те предметы, по которым у нас были хорошие учителя. Для кого-то это была математика, для кого-то это был учитель биологии, который интересно рассказывал об окружающем мире, а кто-то любил физику, на которой они проводили различные эксперименты. Или может быть химия, на которых эксперименты иногда заканчивались взрывами. Между тем, роль учителя, который с любовью доносит информацию к предметам, оказывается совершенно недооценима. Если учитель заинтересован, он каким-то образом передает или заражает любовью своих учеников. Эта любовь часто является стимулом и основой выбора будущей профессии. Как правило, профессию выбирают по тому, какой предмет больше всего нравится. Поэтому, если вы находитесь на занятии и вам нужно освоить какой-то предмет, пожалуйста, посмотрите на вашего учителя. Посмотрите, что в нем есть хорошего. Потому что ваш положительный настрой, ваше положительное отношение к учителю является тем фактором, который способствует запоминанию информации. Информация гораздо лучше запоминается, если учащийся убежден, что она ему нужна. Представьте себе ситуацию, что вы выиграли поездку на чемпионат мира по футболу в Бразилии через полгода. Как вы думаете, каким будет ваше изучение испанского языка? Я уверена, что вы будете ходить регулярно на занятия, не будете опаздывать и прикладывать все силы, чтобы справиться с домашним заданием. Потому что то знание, которое вы получаете на этих курсах, будет непосредственно связано с тем, насколько весело вы сможете провести время на чемпионате мира. Если учащийся не понимает, как то, что он проходит, связано с его деятельностью, или, по крайней мере, с его будущей деятельностью, эти знания никаким образом не входят в его память. Дело в том, что процесс внимания блокирует проникновение знаний, которые избыточны или не нужны для нас. В этом случае внимание говорит памяти. Это все не нужно, не записывай. И никакого запоминания не происходит. Поэтому, присутствуя на том или ином уроке, всегда задавайте вопрос учителя. Как это связано с тем, что мы будем делать в жизни? Каким образом я могу применить эти знания? Часто преподаватели знают ответы на этих вопросы, но они не всегда уделяют этому времени на уроки. Будьте настойчивы и задавайте эти вопросы сами. Мы уже говорили о том, что информация записывается в долговременную память в связи с теми ассоциациями, которые она запоминает. Поэтому следующей рекомендацией по хорошему запоминанию информации является то, что вы обладаете уже некоторым набором знаний по тому предмету, который вы слушаете. Если у вас есть уже сформированные воспоминания, они будут служить теми ассоциаций, от которыми будет простраиваться мост к вашему новому знанию. Она будет подготовлена к кодированию и сможет легко записаться в вашей памяти. Поэтому те люди, которые обладают достаточно широкими знаниями в этой области, они легко запоминают новую информацию и пополняют ту копилку знаний, которые у них уже есть. В продолжении разговора о том, как лучше информация записывается в нашу долговременную память, служит следующая рекомендация. Информация лучше запоминается, когда материал осмыслен, предельно ясен и систематизирован. То есть, если нам понятно, о чем нам говорят, если информация изложена ясно, в ней нет путаницы или двусмысленности, если она каким-то образом систематизирована, нам гораздо легче воспринять эту информацию. Если вам нужно заучить какой-то текст до тысячи страниц, то рекомендуется проводить некоторую систематизацию материала, составлять конспект, выделять важные слова, чтобы эта информация была приемлема, осмысленна и достаточно разобрана для того, чтобы память могла легко ее записать. Следующей рекомендацией по усвоению информации является чередование периодов заучивания и отдыха. Если вы будете без перерыва заниматься всю ночь, навряд ли вы сможете успешно все запомнить. Психологи рекомендуют делать перерывы через каждые 45 минут. По крайней мере, отвлекаться минут на 15 и заниматься чем-то другим. Перенастроить работу своей памяти и своего внимания. В случае, если вы занимаетесь много, то психологи рекомендуют разбивать информацию на какие-то куски. Известно, что повторение информации через 24 часа существенно улучшает процесс запоминания. Поэтому в случае подготовки к экзаменам вам достаточно разбить изучение информации на несколько дней. И повторять это каждый день в определенном объеме. Таким образом вы обеспечите себе прочное запоминание. Подытоживая, можно сказать, что обеспечивая применение информации, осознанность ее ясности и систематизированность, сочетание отдыха и работы поможет вам в успешном запоминании освоения информации.